Мы живем в новозаветное, благодатное время. И читая строки Ветхого Завета, у нас может создаваться впечатление, что грехи, которые совершали люди тогда, так легко можно было бы преодолеть нам, если бы мы оказались на месте тех людей. Мы не можем понять, как Адам смог нарушить заповедь своего Творца. Неужели он хотел жить без Бога, источника своей жизни? Мы не можем постичь, почему Каин убил Авеля. Ведь вся планета была их домом. Что можно было делить, когда все у них было? Мы не можем понять, зачем Давид, который по слову самого Господа исполнял все Божьи желания, то есть имел высочайшую степень смирения и послушания своему Творцу, как он мог не только совершить грех прелюбодейства, но еще и человека, которого обидел, послать на передовую, чтобы его убило вражеское войско. Как можно понять Соломона, который, имея всю мудрость этого мира, ибо он просил у Бога одного, не богатства, а мудрости, в этой высочайшей степени божественного удовольствия, когда ты знаешь все об этом мире и понимаешь, что все суета-сует, как можно было согрешить пред Богом и броситься в земное, вещественное, забывая, зачем человек создан на этой земле. И каждый раз, когда мы видим, как впадали в грехи те или иные ветхозаветные люди про себя, так и хочется подумать, ну я-то на его месте, ну точно бы так не поступил. Это мы говорим потому, что у нас время новозаветное и евангельский закон благодать, которая явилась людям здесь на земле, уже изменила наши сердца. И мы стремимся очистить наше сердце и тем самым далеко уже отстоим от тех грубых мирских грехов, которые доселе совершаются в языческом, атеистическом, безбожном мире. Но когда мы слышим святого Андрея Критского, и каждое слово, которое связано с именами ветхозаветных грешников, дает нам понять не только внешне совершившееся, но и духовный смысл этих преступлений. Каинова ты прошел убийство, но сама душа ты стала убийцей. И если не руками, то в своих мыслях постоянно презираешь, ненавидишь, убиваешь людей. И иногда многие грешники так и говорят, была бы моя воля, да я бы его с этого света сжил. Другими словами, иногда не хватает только повода, чтобы современный человек совершил какое-то злодеяние, уже будучи совершенно отравленный мирскими грехами. Мы понимаем, что именно грех во всех тех ветхозаветных персонажах действовал и разрушал их жизнь, усугублял их страшное душевное состояние. И иногда только потоп мог остановить это безумное, всенародное, греховное действие, которое совершалось в Древнем мире. Но мы, имея уже другое руководство, и нам даны новозаветные заповеди, они поставляют нас на совершенно новый уровень борьбы со грехом. Да, мы не согрешаем этими грубыми, страстными вещами, которые так ярко представлены в людях Ветхого Завета. Но что происходит в наших мыслях? Андрей Критский так и говорит, посмотри, что ты сделала душа своим произволением. Ты не стяжала каких-то благодатных даров за что? За невоздержание. Ты не смогла взять то, что имели даже ветхозаветные люди. У них был ковчег и святыни. Осталось ли что святое в твоей душе? Разве ты уподобилась новозаветным грешникам, кающимся? или, как фарисей, все время оправдываешь себя, думая внешним благочестием, войти в Царство Христово, которое открывается людям через покаяние, как и сказал сам Христос. И мы видим, что перед нами не менее сложная задача, чем перед людьми Ветхого Завета. Им даны были заповеди больше внешние, которые касались обрядовой части и не так много души. И они старались это внешне исполнять, но не все у них получалось, ибо они были обличены грехом. Грех действовал от Адама до Христа, и никто не мог вырваться из этой греховной составляющей своей жизни, пока не воплотился Сын Божий и не исторг грех из человеческой природы. И теперь, после купели крещения, когда мы имеем благодать Святого Духа и можем свободно жить во Христе, перед нами стоят новые искушения и новые испытания. И они касаются нашей души. Поэтому нам надо быть на уровень выше и не сравнивать себя с теми, кто согрешал, думая, что мы не согрешим. «Сегодня пал брат мой», говорили преподобные отцы, «а завтра могу пасть я. Господи, помилуй и сохрани меня». Поэтому новозаветные христиане осторожно ходили в этом мире и внимательно следили за своей душою, за своим внутренним миром, за своим состоянием. И именно это состояние душа наша была важнейшей составляющей спасения. Потому что невозможно только внешними делами попасть в Царство Небесное. Если сердце злое, то в злохудожную душу, как говорит святой, не внидит благодать Божия. Поэтому читая эти строки, смотря на тех людей, грешников, которым мы сочувствуем, сопереживаем их падению, их трагедии личной жизни, нам Господь дает возможность и открывает то, что не было открыто им. И поэтому мы должны с любовью брать это сокровище духовной мудрости, которое уже две тысячи лет христианство бережно передает друг другу. Эти замечательные подвижнические слова, слова Евангелия, слова святых, их пример жизни должны для нас стать примером ко спасению. И недаром последнюю девятую песню канона преподобный и святитель Андрей Критский посвящает новозаветным грешникам. Грех не ушел из этого мира, но мы можем лично победить грех в себе с помощью Божьей, имея средства к спасению его божественные заповеди, набирая сильной воли и крепости для того, чтобы стоять на стороне правды. И когда приходит искушение, когда помысел всевается в нас дьяволом, чтобы мы отступили от Бога общения, от молитвы с Ним, от хороших мыслей, будем противостоять, как противостояли многие и многие ветхо- и новозаветные святые. Они, если и падали, то через покаяние вставали и, перелистывая страницу своей жизни, старались уже всем своим существом, всей крепостью возлюбить Бога, исполнить Его Божественное Слово, пребывать с Ним. Поэтому и мы в молитвах просим Царю Небесный, прийди и вселись в нас, чтобы нам всегда быть с Тобой, чтобы никакой предлог вражеской силы, дьявольского навета, этих злых мыслей, которые разрушают наше новозаветное состояние, чтобы они никогда не касались нашего сердца. Господь, обращаясь к Своему Небесному Отцу Иисус Христос, молясь о Своих учениках, сказал, «Отче, я не прошу, чтобы Ты их забрал из мира, ведь в мире грех разлит, но я прошу, чтобы Ты сохранил их от неприязни, то есть от зла, от дьявола, чтобы сердце их всегда было с Тобой». И это молитва Божья о всех христианах. Господь не исторгает нас из этого мира. Мы не можем жить в пустыне, не общаясь друг с другом, но мы можем убегать от зла, мы можем не прикасаться к Нему, и с силой Божьей, с Его помощью, нам это будет возможно, как было возможно и ученикам христовым апостолам, и мужам апостольским, и всем следующим поколениям христиан, которые победили грех через покаяние, через преображение своей души, через то движение сердца к Богу, которое должно в каждом христианине быть и жить, биться ради того, чтобы быть со Христом. Пусть слова святого Андрея Критского лягут на наше сердце, чтобы мы до глубины постигли все те мудрости, весь тот смысл, который вложил этот святой, показывая нам пример своего личного покаяния. Божья помощь и благословение да будут со всеми вами! Аминь!